Пострадает ли российская экономика от хакерских атак в Соединенных Штатах Америки? Почему ЦБРФ сокращает предельный объем валютных кредитов? И об интересе китайского консорциума к пакистанской бирже? О главном в этом выпуске. Здравствуйте! Соединенные Штаты Америки готовы наказать Россию за хакерские атаки. По данным The Washington Post, Белый дом готовит пакет экономических и дипломатических санкций против граждан РФ. Под удар попадут лица, задействованные в хакерских атаках на серверы Демпартии. В основном пострадают те, у кого есть капитал в Соединенных Штатах Америки. Ведь, согласно американскому законодательству, порядок введения санкций допускает замораживание счетов и активов из лиц, находящихся на территории страны. Также могут быть заблокированы их коммерческие сделки и запрещен въезд. В то же время остается открытым вопрос о том, удастся ли привлечь к ответственности хакеров. Ведь с 2015 года, согласно предложению президента США Барака Обамы, штрафы и наказания предусмотрены за экономический вред от взлома и кибермошенничества. О политическом влиянии в законе ничего не сказано. Да, и криминальной ответственности хакеров, которые взломали почту Хиллари Клинтон и атаковали серверы Демпартии, не получится из-за нехватки доказательств. Так что вместо адресных санкций против россиян, Вашингтон может в ответ ударить в киберпространстве. Россия традиционно отрицает свое участие в атаках и попытках повлиять на сервер партии Трампа. 40% биржи Пакистана купит китайский консорциум. На эту покупку торговые площадки потратят 85 миллионов долларов. В целом для этого приобретения объединились три китайские компании и две пакистанские. По данным China Daily, в сделке участвуют шанхайская и шенчженская фондовые биржи. Третий китайский участник сделки не назван. Все вместе они будут владеть 30% акций. Еще 10% останутся в собственности частных пакистанских торговых площадок. Напомню, индекс КСЕ-100, который отражает состояние 100 крупнейших компаний и предприятий Пакистана, в этом году вырос более чем на 40%. А фондовая биржа Пакистана показала один из лучших результатов среди азиатских рынков в 2016 году. Центробанк России сокращает предельный объем валютных кредитов. Так что получить займ в рамках операции валютного РЭПа будет сложнее. На следующий год регулятор заложил вместо 50 млрд до 25 млрд долларов на такие операции. По заявлению ЦБ РФ, решение о сокращении объема валютных кредитов принято, исходя из существенного снижения потребности кредитных организаций в валютном рефинансировании. Напомню, накачивать банки деньгами ЦБ начал еще в 2014 году. Тогда на валютном рынке царила паника, а у банков была нехватка в валюте. В течение года финучреждения взяли взаймы у регулятора 44,5 млрд долларов. К началу 2015-го вернули большую часть, задолжав ЦБ РФ 11,5 млрд. Стоит отметить, на российском рынке спрос на валюту пока не ощущается. Накануне рубль снова укрепился. Единая европейская валюта обновила минимум с лета 2015 года. Доллар также снизился. По оценкам экспертов, деревянные держатся на плаву за счет стабильности цен на нефть и продажи валюты экспортерами. На этом у меня все. Хорошей вам среды и валюты в кармане. Оставайтесь в Дукаскопе ТВ. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин